Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сегодня готовлю очень вкусный салат к шашлыку, к мясу на гриле, в общем для пикника. Готовится очень просто. Готовлю что-то по типу сальсы пико де гай, только это моя интерпретация с редиской и другими овощами. Очень вкусно. Приступаем! 1 пучок редиски я помыла, почистила. У меня пучок из 12 штук. И теперь каждый корнеплод я нарезаю вот такими вот толстыми пластинками, а затем нарезаю кубиками. Все ингредиенты для этой сальсы, для этого салата я нарезаю очень мелко. Но, конечно, размер всегда можно регулировать по своему вкусу. Для этого салата я использую 1 зеленый перец и тоже нарежу его мелкими кубиками. Если вы не очень любите перец, можете добавить меньше. Я бы еще добавила острый перец, но у меня его не было. 1 лук-шалот нарежу мелко. Можно взять зеленый лук или репчатый. Помидоры черри 250 грамм. Я нарежу тоже мелкими кубиками, но предварительно нужно удалить плодоножку. Она маленькая, но все-таки я решила ее удалить. Но вы уже смотрите, если у вас совсем мелкие помидоры, то не стоит заморачиваться. Итак, нарезаю помидоры черри кубиками. Чтобы любая сальса с помидорами получилась вкусной, всегда нужно брать спелые сладкие вкусные помидоры. Или черри, или любой другой сорт. Теперь редиску. Нарезанный лук, помидоры черри и перец. Все добавляю в одну большую миску. В салат я также добавлю одну банку кукурузы. Сок я предварительно слила. И мелко нарежу несколько веточек кинзы. Количество зелени всегда можно регулировать по своему вкусу. Добавляю зелень в миску. И теперь осталось заправить салат. В качестве заправки мне понадобится сок одного среднего лайма. Лаймовый сок можно заменить также на сок лимона. Кислоту всегда можно регулировать по своему вкусу. В качестве специй добавлю одну чайную ложку соли, пол чайной ложки молотого черного перца, одну чайную ложку сахара, а также 3 столовых ложки растительного масла. У меня авокадное, можно брать любое, абсолютно какое вам нравится. И теперь салат необходимо перемешать. Салат готов. Желательно дать ему настояться хотя бы 10 минут, чтобы он пропитался. Когда мы готовим салаты с редиской, если такой салат остается на следующий день, то обычно редиска отдает таким вот неприятным запахом. Что самое интересное, в этом салате на следующий день никакого запаха нет. Потому что вкус редиски, запах редиски соединяется с другими овощами. Получается все супер вкусно. Единственное, что на следующий день гораздо больше сока выделяется он из овощей, чем первый день. Вкусный как первый, так и второй день. Готовьте, друзья, не пожалеете. Это очень простой салат, он получается вкусным, красочным и полезным. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о моих новых видео. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых видео, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok